Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете нам в сети интернет и адресуете их психологу Елизавете Пархоменко. Здравствуйте, Елизавета! Здравствуйте! Я хочу напомнить нашим телезрителям, что в прошлой нашей передаче мы уже начали отвечать на вопросы и коснулись темы противостояния детей и родителей. Оказалось, что тема очень актуальная, потому что, что не вопрос, то у нас все время вот эти самые протесты, причем разновозрастные, и вопросы следующие, которые я задам, они тоже будут относиться к этой теме. Сейчас я прочитаю вопрос Ольги Евгеньевны. У нас такая картина в два года. Не буду чистить зубы, убирать игрушки. Даже когда читаем стихи, я пропускаю слова, чтобы он вставлял их по памяти, так он произносит их с частицы «не». Иногда срабатывает такая хитрость. Если надо, чтобы ребенок почистил зубы, говорю, ты сегодня чистить зубы не будешь. Или если не убирают игрушки, не убирай игрушки. Я сейчас буду по ним ходить и ломать, а потом мы их вместе выкинем. Или я тебе сегодня кашу не дам. Ребенок в результате делает наперекор, но именно то, что необходимо. Может, это действительно только на совсем маленьких действует. Может быть, так неправильно. Интересно мнение Елизаветы. Ну, это как раз вопрос из серии, на которой мы отвечали в прошлый раз. Поэтому я очень коротко отвечу. Да, мы заканчивали передачу прошлого вопроса про протесты. Я как раз рассказала немножко про то, что в определенном возрасте это норма. И это как раз тот возраст, в котором это норма. Эти самые два года. Да, на самом деле здесь не совсем из этого понятны вопросы, потому что это может быть и нормой, и не нормой в этом возрасте. Бывает протестное такое поведение, которое идет из-за проблем в привязанности, в отношениях. Оно может и в два года, и в восемь месяцев там проявиться, когда протестует ребенок, отворачивается. А может быть, в норме. Ну, скорее всего, в норме. Скорее всего. И тогда я рассказывала, что это такое инстинктивное нормальное поведение, которое помогает взрослеть. И тогда это нормально, и маме не стоит на этом зацикливаться. Да, потому что то, что делает мама, она, в общем-то, акцентируется постоянно на этом. Она вроде как неявным образом все-таки в борьбу с ребенком вступает. Да, пускай пытается там манипулятивными. Творчески все-таки. Творчески. Но все равно это борьба. Я думаю, что не нужно вступать, в принципе, в борьбу с ребенком. В этой борьбе не победить. Правда. Не победить. В этой борьбе будет два проигравших. Если когда-то, в самом крайнем случае, этим можно воспользоваться таким? Ну, вот про ломать игрушки-то, я думаю, нет, потому что это уже прямо какое-то туда. Да, это какая-то агрессия. Да, да, да. Это уже про то, что я себе сделаю больно где-то. И ребенок может пугаться от таких вещей. И вот тогда это уже все как раз закручивает сложности в отношениях, которые могут привести уже к невозрастным проблемам противления. Но сказать там, что есть и зубы нельзя. Иногда, в крайнем случае, почему нет, можно. Но тоже это не должно быть часто, потому что это не должно. Мы не должны вступать здесь с ребенком в борьбу. Мы должны эти вещи обходить. Чем больше мы вступаем в борьбу, тем меньше... Чем больше мы подбрасываем дров в этот костер. Да, да. Тем больше у нас спускаются руки, тем больше мы заводимся. И тогда у нас уже возникают проблемы в отношениях. А вот это уже включает реальные проблемы противления. И действительно, родители, которым как-то сложно дают этот возраст, именно здесь иногда застревают вместе с ребенком. И отсюда у них могут рождаться уже более-городно серьезные проблемы с противлением. Хотя вообще это все прошло бы, просто прошло бы, потому что ребенок растет. И меняется. Вы двухлетним всегда. Вот вы знаете, у нас следующий вопрос. Там ребенок уже старше, ему 8 лет. И там тоже похожая проблема. Я озвучу вопрос с некоторыми сокращениями. Его задает Ольга. Мой сын 8 лет ведет со мной постоянную борьбу противостояния. Никогда за всю свою жизнь он не согласился с первого раза со мной. Будь то поход на занятия, или просьба о помощи в уборке, или любая элементарная просьба. Я устала возиться с ним. А ведь мы 5 лет отходили в воскресную школу, 2 года в музыкальную, 4 года ходили в лучший сад в городе, 4 года на тейквондо, 3 года на бальные танцы. Сменили их на музыкальную школу. Везде, куда бы мы ни ходили, у него нет желания присутствовать. Я устала жить его жизнью. Что делать? И вот в конце еще она приписывает, что ребенок может ей сказать гадость, например, такую. А ты на себя посмотри. Это уже чересчур. Что делать с таким парнем? Мне стыдно в конце концов. Вот. Да, прямо вызывает много сочувствия на самом деле. Ребенок или мама? Ну и ребенок, маму вызывают много сочувствия, потому что ему очень-очень непросто это прямо слышится. И когда вот они застряли в таком взаимодействии, им никак не вырваться. Прям очень их жалко. Ну, помимо того, что, конечно, бросается в глаза насчет того, что мы там везде ходим. Да. И кому это нужно, и что я живу его жизнью. Мне кажется, мама сама отдает отчет себе, что что-то здесь не так. Да. И она, видимо, уже сама дозрела практически до ответа, что жить жизнью ребенка – это не вариант, что ничего хорошего из этого не получится, что все-таки, несмотря на то, что это ребенок, но это не мы, да, к восьми годам, это уже я и он все равно, и это две разные личности. И, собственно говоря, если он не хочет присутствовать на всем этом многообразии кружков, которые ему предлагает мама, может быть, и не стоит на все водить. Может быть, и не стоит, но здесь я слышу немножечко другой, честно сказать, акцент. Почему? Да, мама говорит, вот я его везде и там и сям, да, и ничего, он все отвергает. Там же вначале сказано, ни с чем никогда не согласится. За всю жизнь ни разу. Со мной постоянно борются. Да, действительно, есть такие дети, которые постоянно борются. В два года это нормально, когда он со всем борется, в восемь лет это, конечно, ненормально, кстати сказать. Это то, что может произойти с тем двухлетним ребенком, что он вести себя неправильно. Если мама будет постоянно себя, да, но не обязательно таким образом это происходит. Но я хотела сказать, да, что про кружки-то там может и другая быть история, что он, может, и пошел бы на эти кружки, но он уже борется, он уже совсем борется, он уже борется, это его стиль жизни. Поэтому если мама что-то предлагает, он борется просто потому, что это его стиль жизни. Он автоматически говорит, да. То есть это еще не факт. Нравится ему, не нравятся кружки. Но он всему говорит, нет, что мама предлагает, где мама присутствует. Все отталкивает, всю информацию. Действительно, такое случается иногда с детьми. Здесь нужно разбираться конкретно, почему происходит это в той или иной ситуации. Разные бывают причины. Причины бывают в разных, вплоть до того, что иногда рождается ребенок с такой обостренной чувствительностью, и с ним маме просто сложнее. И он занимает такую позицию автоматически тогда ребенок. Но если очень в общем сказать, очень-очень в общем, потому что им стоит искать свою причину, почему у них так произошло. Ну или можно в обход причин сразу уже работать, собственно говоря, на результат. Расскажу сейчас как. Но если рассказывать очень в общем, как такое происходит, механизм здесь такой. У ребенка есть некая потребность, определенные потребности есть. И взрослый должен на эти потребности отвечать. Одна из таких потребностей, но если тоже в общем, это то, что взрослый должен быть ведущим, я часто об этом говорю, сильной такой ведущей фигурой, которая успокаивает, отвечает на потребности ребенка. Если по каким-то причинам взрослый, этот взрослый не может отвечать на потребности ребенка, причины могут быть разные, то ребенок чувствует тревогу. Да, либо там, я знаю, сам родитель. Иногда это бывает то, что родитель тревожный сам. Иногда потому что он не видит потребности ребенка, вот навязывает свои. Сходи там, сделай то, над тебе надо поесть, над тебе там не надо поесть. Ну, к примеру, не чувствует ребенка, не чувствительный. Родитель, ну, по разным причинам. Или он не может вот эту ведущую роль, да, занять. Иногда это бывает просто случайно, потому что родители привыкли, что с детьми нужно обо всем советоваться, им так научились сейчас. Да, они слышат много разных советов, что ребенок, он такая личность самостоятельная, нужно обо всем спросить. А ребенок оказывается в тревоге, потому что ему нужен рядом взрослый. Взрослый, который скажет, как нам, на которого можно положиться, а не который будет советоваться. Ну, или по каким-то другим причинам. В общем, если ребенок не получает ответ на свои потребности от взрослого, то он чувствует себя очень тревожно, и тогда он начинает брать ведущую роль в отношениях взрослых сам. Он как бы говорит себе, все, 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 на этого человека нельзя положиться, он мне очень нужен, этот человек, это мой любимый взрослый. Здесь про привязанность очень много, для него мама очень важна. И, ну, я не могу на нее положиться, взрослая она не может быть, тогда я буду сам управлять отношениями, тогда я буду сам получать, сам свои потребности удовлетворять. Да, он не может их удовлетворять, я буду удовлетворять. И тогда, а как маленький ребенок, да, может? Он не особо может, но он может, и он становится в эту ведущую, как бы, позицию. И такие дети начинают командовать. Они начинают командовать во всем. Они начинают противиться всему, что им там говорит родитель. Такие дети часто очень неприятны в общении, потому что с ними сложно. Потому что это неестественно, когда ребенок противится, да, природой задумано, что ребенок слушается спокойно, естественно слушается, а взрослый с любовью спокойно им руководит. И когда вот такое происходит переворачивание иерархии, инверсия такая происходит, то это ненормально смотрится и очень тяжело. С такими детьми неприятно часто общаться. Они вот ругаются могут еще заодно. Вот даже маме неприятно собственным ребенком. Да, да, да. Это вот самая главная опасность. Потому что очень сложно к такому ребенку дальше относиться с нежностью, с любовью, потому что он отталкивает от себя. Да? А теперь что с этим делать? Да. Потому что это действительно непросто, но обязательно важно. Но сейчас важно, чтобы все-таки ребенок оказался в правильном положении, в этой зависимой позиции. И тогда он сможет расслабиться, потому что ребенок такой очень напряженный, весь как комок нервов. То есть там можно это сделать еще, да, в усиле. Да, там проблемы с обучением обычно возникают, и там об этом сказано. И естественно, если он весь в напряжении, если он постоянно должен контролировать ситуацию и сам свои потребности удовлетворять. и маму еще контролировать на том конце, да. Ну, если так вот, что мы делаем, да, в этой ситуации? Ну, прежде всего, нам нужно как-то в контакт с ребенком войти. Да, нужно найти этот путь, как мы будем с ним в контакте. Не знаю, какие-то приятные занятия, иногда и в зависимой позиции это нужно сделать. Потому что если такой ребенок командует, иногда поначалу даже нужно так на это повестись. Нужно с ним войти в контакт, да, делать что-то такое, что вам будет приятно вместе делать. Для того, чтобы это сделать, нужно постоянно держать в голове мысль о том, что это не против меня. Это правда не против мамы. Ребенок просто невольно таким образом оказался в такой вот ситуации, да, таким образом пытается сам справиться с ситуацией, да, удовлетворить свои потребности. Это непосредственно, мама здесь ни при чем, непосредственно против мамы все, что он делает. Вот эта мысль очень сильно может помочь. Да, это уже снизит градус раздражения у мамы. Да, это может сильно помочь. То есть постоянно держать, что это не против меня, что это просто его такая защитная позиция. Он защищается, пытается как-то удержаться в этой жизни. И тогда можно найти вот все-таки найти все силы, найти какую-то вот эту вот сферу, где они найдут контакт. То есть первое мы сначала устанавливаем контакт с ребенком, потому что без этого невозможно. А затем нужно делать все, чтобы смягчить его сердце и эти защиты. Ведь эта вот позиция, я здесь главная, она защитная. Как вот там мы видели в предыдущем выпуске, ребенок тоже противится во всем. Его сердце каменеет, потому что он должен защищать свое сердце от чрезмерного, вот чтобы не было слишком больно, да. А здесь тоже слишком тревожно. Я предполагаю, что это, скорее всего, в этой причине. А здесь слишком тревожно. И тоже нужно защититься. Тогда я главная, тогда я в такой уверенной позиции, и это меня защищает. Но одновременно я действительно, в мое сердце теряю чувствительность. Оно перестает быть таким мягким. Мягким, чувствительным. Такие дети могут быть жестоки, да, и к близким вообще в какой-то момент. Потому что параллельно теряется ощущение, что я готов позаботиться о ком-то, потому что я неравнодушен. Вот это все теряется, что я откликаюсь. И наша задача здесь будет, после того, как мы вошли в контакт с ребенком, его сердце смягчать. Как это можно делать? Как? А это можно делать прямо противоположным то, что нам обычно хочется делать с такими детьми. То есть ребенок приходит, начинает тебе там говорить, гадость сопротивляться, противиться. Это, кстати говоря, вообще вот в противовине, да, работает. А наше дело принимать это спокойно, с любовью, да, и с любовью и с терпением, да, мы это принимаем. Если защита не очень сильная, то есть если это какие-то ситуативные защиты, то обычно оно работает прямо. И на этом примере можно показать, как оно работает. Потому что в этой ситуации так просто не произойдет. Там прямо нужно долгое смягчение сердца. Ребенок должен понять, что он может доверять, что мама его любит всегда, что он для нее все равно любимый. Она должна его много раз заверять. Ничего страшного, что ты мне говоришь, что гадости хоть это и неприятно, и неправильно, но это все равно мы любимые. С нашими отношениями все в порядке. Таким образом смягчаем. Постоянно это. Как раз противоположное. То есть это прямо проговаривать нужно, да? Прямо проговаривать, да. Прямо проговаривать, да, что это можно не обязательно, что с нашими отношениями все в порядке, а можно говорить, ну да, это было неприятно. Так, конечно, мне было неприятно, но ничего страшного, мы с этим справимся. Давай там пойдем с тобой, пойдем на что-нибудь приятное. Или я тебя люблю. С детьми, которые не застряли, у которых это ситуативно. Это вот можно на их примере прямо увидеть. буквально вот на днях у меня мой пятилетний ребенок что-то у него там тоже было все не так пошло весь день капризный был с утра и он прямо вот раздражался и говорил ну что ты мне там такое тоже говорил я в какой-то момент уставшая сказала ну вы рассиди здесь тогда и стоило мне этому сказать да вот это взаимодействие то есть я его как бы чуть-чуть подотвергла отстранила чуть-чуть сиди тогда здесь пока такой там вредный капризный отстранил его отвергла и тут же я услышала в ответ ну и ладно это да вообще я всегда здесь буду сидеть чтобы вообще общаться не буду такой разозленный да вот похожее чувствуете похожий механизм я сразу же поняла что что-то я позволил себе и что-то не то я пришла к нему я взяла его на руки и сказала тебе у тебя что-то пошло не так я вижу такой разозленный тебе сложно с этим справиться ты мой милый ты мой любимый могу тебе справиться стала его гладить обнимать прямо в противоположное он мне еще там пытался чего-то бурчать что ты плохая я с тобой не буду никогда я на это не обращала внимание он очень быстро при них весь тогда и все вот вот сердце смягчилось мы опять с ним в контакте а инцидент он и бог с ним оно пройдет настроение пройдет и он вырастет здесь так быстро это не произойдет там уже длинные истории сердце сильно так окаменело ну принцип должно быть то же самое мы делаем прямо противоположный тому что нам на��ки на хочется сделать это что ребенок в общем то видимо уже ожидает это что здание да то есть хочется сказать ох так ну тогда я вообще этого ну и уходи там сиди там где ниве отдал им прямо противоположное находим себе эти ресурсы там говорим себе что это не против меня что ребенок таким образом защищается и вы транслируем всячески что с нашими отношениями все в порядке что это пройдет и с отношением будет все хорошо. И после этого, после того, как у него сердце все-таки смягчится, сдвинется, вот это застревание пройдет. Он дальше будет развиваться, потому что такой ребенок, он застрял. Ну, где-то там на уровне двухлетки. Чего-то ужасного, да? Он застрял. А наша задача дать ему возможность развиваться. И тогда он начнет развиваться. И все в нем станет само собой прорастать, потому что так Богом заложено в нас. Оно начнется само собой прорастать, и он научится, будет чем-то ей интересоваться, научится, когда он сердится на маму, противиться маме, разделять эти чувства. Ну вот, и, собственно говоря, будет нормально слушаться. А, еще один важный момент, который я чуть не забыла, а это очень важно. Мы смягчаем таким образом его сердце, да? И, с другой стороны, нам очень важно выстраивать отношения с ребенком через то, кто тоже, то есть через смягчение. Такие отношения, чтобы он мог нам доверять и мог расслабиться в зависимой позиции. То есть он мог занять эту зависимую позицию. Для этого нам нужно быть этим взрослым, который готовый руководить, и который не сделает ему больно. Вот это очень важно. То есть если он ожидает, что мама может, ему сказать, ну, к примеру, фантазирует, не об этой ситуации, ну, и уходи тогда отсюда. Или я накажу тебя еще сильнее. Ах, так, тогда я тебе там заберу тебе там любимую игрушку или что-нибудь еще. То есть если, или, а, вот теперь-то ты там проявил себя зависимым. А, вот так-то ты, да, будешь, как мы часто говорим, вот там, я же тебе говорила, вот если такие вещи взрослый себе может позволить, то ребенок не откроется и в эту зависимую позицию и не встанет. Потому что зависеть опасно, тебя могут больно уколоть. Зависимая позиция, на то и зависимая, она очень уязвимая. И задача такой мамы, если мы смягчаем сердце, она смягчится только в том случае, если он будет уверен, что мама никогда не допустит этого. Что он может расслабиться и быть зависимым, и быть мягкосердечным и уязвимым. Что мама этим не воспользуется, не сделает ему больно, не воспользуется своим положением руководящего, сильного в отношениях. И его слабым, слабым местом зависимого. И тогда он позволит тебе расслабиться и будет слушаться. А я еще раз хочу сказать, что ребенка, у которого все в порядке в отношениях со взрослым, его легко воспитывать. Он сам воспитывается, он слушается. Природой задумано, что он слушается. И общий принцип есть тоже такого, всегда такого, как и в предыдущем передаче, когда мы отвечали на вопрос, мы не боремся с этим поведением, вот уж точно, что мы не делаем. Потому что это только симптом, как бывает в болезни. Ты заболел, у тебя температура поднялась, сбивать тупо просто температуру, когда ты не знаешь, что. Оно не поможет часто. Мы думаем, мы ищем причину. Точно так же и здесь. Мы не боремся с самим вот этим поведением. Не пытаемся переучить, воспитать, наказать и так далее. Это все работать не будет. Мы работаем в отношениях. И как только в отношениях все налаживается, симптом уходит. Ну что ж, Елизавета, кажется, с протестом мы закончили. И можно, наверное, переходить к следующему вопросу. Я зачитаю. Это вопрос от Елены. Звучит он так. Хотелось бы спросить у Елизаветы, как рассказать ребенку с 7 лет, что в животе еще ребеночек. Что-то придумать? Как правильно? У вас совсем недавно была такая ситуация. Мне кажется, вы можете поделиться своим личным опытом. Ну да, да. Сто процентов. И более того, мне очень всегда нравится этот момент, когда ты можешь с детьми поделиться какими-то такими вещами. Повод есть и как-то прикоснуться к такому прекрасному. Можно. Ну, ответ-то здесь вообще-то для меня он достаточно простой. Конечно, ничего придумывать не надо. Ребенку мы вообще не придумываем. В крайнем случае, мы какие-то вещи не говорим до поры до времени. Мы точно не врем ребенку, не обманываем ребенка никогда и ничего не придумываем. Ну, может, за исключением каких-то там сказочных ситуаций. Ну, в принципе, все, что касается жизни, все-таки должно быть всегда озвучено. Да, на конкретный вопрос, на какие-то конкретные такие вещи. Мы говорим, мы прямо отвечаем. Тем более, зачем здесь что-то придумывать? Ребенку 7 лет, насколько я помню. Ну, про само пребывание ребенка в животе и развитие, мне кажется, здесь ни у кого не должно возникнуть вопроса, зачем вообще что-то придумывать по этому поводу. И мне кажется, сейчас уже даже никто так особо не думает. Наверное, мама тоже скорее не об этом спрашивает. Ну, потому что прекрасно. Ну, мне кажется, психологически подготовить вот к рождению братика, сестренки. Ну, нужно что-то придумывать. Меня вот это удивляет. Ну, психологически подготовить. Ну, как аист принес? Это нет, нет. Мне кажется, что это вот именно вот куда-то туда вопрос. Можно ли говорить, что нашли в капусте? Да. Ну, я так слышу. Вероятно, так и есть. Да. Ну, нет, конечно, нужно рассказывать. Тем более, ну, про само пребывание в животе, по-моему, это вообще просто прекрасно. Сейчас много разных видео можно показать, там, не знаю, на УЗИ с собой сводить. И таким образом действительно соприкоснуться уже с ребенком, подготовить и какой-то радостью. Тем более, 7 лет уже такой большой возраст. Вот у меня дочке 10 лет, так она прямо еще когда родился ребенок, который на 5 лет ее младше, она с ним у нее конкурентное отношение, но она тоже его ждала и тоже очень интересовала всем, что в животе происходит. Потом родился следующий ребенок, она уже гораздо более сознательно, ей было как раз где-то 7, очень сознательно к этому относилось, все прямо от ЕГИ на УЗИ с собой брала. Ей очень все это нравилось, и она очень ждала и там на руки. А сейчас так просто в 10 лет она просто без ума от ребенка вникала во все подробности и мелочи развития там ребенка, и сейчас просто без ума от него. прожила вместе со мной эту беременность на 100%. И это прекрасная возможность. Но мне кажется, что может быть у мамы встает вопрос, ну потому что что здесь, да почему здесь не нужно рассказывать, мне даже не приходит в голову. Может быть у мамы возникает вопрос, не придется ли говорить на тему, как он туда попал. Ну скорее может про это вопрос. Может быть и так. А как действительно, если родители не готовы к тому, чтобы заниматься каким-то просвещением сексуальным ребенка, это отдельная тема, но поставить в известность о том, что ребенок в животике есть, какие найти слова такие, вот чтобы ребенку было понятно и при этом не переходить вот эту вот грань просветительскую, которую родители не готовы иногда прийти. Ну вот я бы здесь во-первых задалась вопросом, ну как, сколько это лет ребенку, то есть 7 лет уже на самом деле если ребенок ходит в школу, я бы, честно сказать, переходила уже эту грань, не ждала бы конкретных вопросов, потому что если ребенок ходит в школу, то эта информация вся для него рядом с ним. Я бы наоборот это использовала как повод для того, чтобы спокойно рассказать, поговорить с ребенком, как это происходит и как он там оказался. Но в принципе, да, если не вот брать вот такой аспект, что ребенок же живет не в отрыве, он же в социуме живет, да, и лучше, да, и лучше, и это хорошая возможность поговорить с ним на эту тему. но если родители не беспокоятся об этом, что он будет задавать, не задаст эти вопросы, тем более, если там в семье некое табу, знаете, по этой теме, то очень вероятно, он будет там что-то уже сам сфантазировать, сам себе фантазировать и разговаривать, своими там, слушать, что говорят одноклассники, даже не придет, не задаст этот вопрос дома, что не очень-то, по-моему, хорошо. Но если родители об этом не беспокоятся, действительно думают, что ребенок еще не готов к такой информации, то очень, ну, возможно, в принципе, и так, то тогда не нужно по этому поводу беспокоиться, потому что ребенок, когда он не готов, он пропускает мимо ушей всю лишнюю информацию и не задает тех вопросов, которые ему не по возрасту, он будет задавать те вопросы, которые ему точно по возрасту, или он уже откуда-то взял, да, это, и тогда тем более важно ответить. Я хочу сказать, что поскольку у нас, ну, со мной там были три ребенка разного возраста, 10, 5, и три года, да. У кого-то из них были такие вопросы, у кого-то нет, да. И я не всегда имела возможность разговаривать по отдельности, я не считала это нужным, честно сказать. И мы разговаривали, это был как раз повод для нас поговорить на эти темы со старшей, 10-летней девочкой, которая точно уже созрела, была пора, да, пора. Ну, и присутствовали младшие тоже при этом. Так вот, интересно, это 100% подтвердилось. ни крупицы информации, вот той, которой, она как будто, она не осталась в их голове, не осталась. Я просто разговаривала, спрашивала что-то, нет, не осталась. Осталась та информация, которая им была интересна, которая им была по возрасту, к которой они были готовы. То есть родители могут совершенно спокойно отвечать на те вопросы, говорить то, что считают там нужно по ее возрасту и не беспокоиться. Дочка задаст вопросы, если она чувствует, конечно, доверие, потому что, если витает табу в семье, что это тема, которая не очень хорошо разговаривает, то она, скорее всего, и не задаст. А если родители сами спокойно к этим темам относятся и готовы ответить на вопросы, то она задаст эти вопросы тогда, когда будет нужно. Ну, то есть, если, конечно, инициирует разговоры. Ну и в завершении, наверное, хотелось бы все-таки сказать, хотя тема такая очень обширная, но, может быть, коротко мы сможем обозначить вот главное, а как же психологически ребенка подготовить к тому, что у него будет братик, сестренка. Должна же тут какая-то работа от родителей тоже быть проделана. Нет? Ну, мне кажется, что вот если они будут вместе ожидать этого ребенка, то это значительная работа, потому что, конечно, все равно ребенка будет потом стрессом, будет переживать. И, ну, 7-летний... То есть избавить его от стресса нельзя, но как-то смягчить... Хотя 7-летний, это, конечно, уже не то же самое, что до 5 лет. Все-таки это гораздо легче тоже в каком-то смысле два единственных. но... И поэтому там будет меньше вопросов ревности. Но все равно будут. Это все равно придется проживать. Да? А вот эту базу про то, что мы ждем, да? Вот это приятное ожидание. Вовлекать в это ребенка, да? Да, оно очень хорошо. И вот мне сейчас пришло в голову, Марина, что, наверное, еще встает вопрос у мамы, которая задает вопрос не только о том, как рассказать, и о том, как он там оказался, а еще о том, как он оттуда появится, да? Как он родится. Но и здесь моя позиция, что точно ничего придумывать не нужно, нужно рассказывать, как есть. Ну, конечно, без каких-то так рассказывать. Анатомические подробности, да. Ну, я бы даже сказала не про анатомические подробности, потому что, ну, без анатомических подробностей обойтись невозможно. Это называется то же, что Айс принес. А я бы сказала, что акцентировать на той части, ну, поскольку все-таки роды это и больно в том числе, но в норме роды это вполне переносимая боль, которая, ну, в каком-то смысле даже приятна, если так можно сказать, ну, да, в каком-то смысле даже приятна, потому что это так естественно. Да, это естественная боль. Так вот, кстати, ну, а когда не в норме, это, конечно, как я понимаю, может быть очень сильно мучительно, но так вот нужно рассказывать о норме, да, не нужно рассказывать, конечно, какие-то свои мучительные переживания, естественно, а нужно рассказывать о норме, о том, как это происходит, как это Богом задумано, И как это в норме, в общем-то, ну да, что-то потерпеть нужно, но затем это большая радость, это вполне терпимо и очень даже в каком-то смысле приятно. Вот в таком ключе рассказывать. Но рассказывать, я считаю, конечно, нужно. Не нужно ребенку рассказывать, что он был в животе, потом каким-то истинным образом оказался непонятным образом вдруг в кроватке. Ну что ж, Елизавета, спасибо большое. Надеюсь, что Елена воспользуется вашими советами. Благодарю вас. И мы ждем снова вас у нас в гостях. До новых встреч. До свидания. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.